книга открытым оком тема богослужения вопрос 493 как старообрядцы относятся к пище по ветхому или по новому завету различают ли чистых и нечистых животных как например свинью кролика и тому подобное отвечает игнатий тихон челапкин богоизобранному еврейскому народу только что вышедшему из египта где они научились поклоняться буку опису и другим животным бог дал закон стесняющих выборе пищи разделив все творение на чистое и нечистое левит 11 глава премудрсть соломона 15 глава 19 стих написано они даже некрасивы по виду как другие животные чтобы могли привлекать себе но лишены и одобрения боже и благословение его в новозаветных нам к новозаветным христианам это не имеет никакого отношения 1 тимофея 4 глава 4 по 5 стих ибо всякое творение боже хорошо и ничто не предосудительно если приной принимается с благодарением потому что освещается словом божьим и молитвой колоссянам 2 глава 16 17 20 по 20 стих и так да никто не досуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник или новомесячие или субботу это есть тень будущего а тело во христе и так если вы со христом умерли для стихи мира то для чего вы как живущие в мире держитесь постановлений не прикасайся не вкушай не дотрагивайся что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренно мудрые и изнурение тела в некотором небрежении насыщение плоти у старообрядцев заключительно сильная традиция безотчетная вера в родительское научение преданность до смерти детскому научению учитывая что библия не только не имеет никакого авторитета в их среде но считается книгой от которой сходит с ума и в отношении пищи не научены по традиции традиции смерть всякой живой мысли они вообще ничего не вообще ничего не слышат и не видят кроме традиции когда читают что иван креститель питался акридами они берут из толкования только такое какое сходится с их мнением считая что это трава растения и даже толкование блаженного фифилактом признаваемое ими как заслуживающее доверие в данном месте на толкование матфея 3 4 сам же иван имел одежду из вереблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих а пища его были акриды и дикий мед марк 1 6 не воспринимают толкование а пища его были акриды и дикий мед некоторые говорят что акриды это трава которая называемая и мелагрой другие же разумеют под ним орехи или дикие ягоды дикий мед который приготовляется дикими пчелами которые находят в деревьях равные между камнями иван же носил одежду из вереблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих ел акриды и дикий мед мы уже говорили об этом евангелие от матфея теперь же скажем только о том что там упущено равна пищи и у она указывала здесь конечно на воздержание было вместе образом духовной пищи тогдашних иудеев которые не ели чистых птиц небесных то есть не помышляли ни о чем высоком а питались только словом возвышенным и направленным горе но опять упадающим долу ибо саранча акриды есть такое насекомое которое прыгает вверх а потом опять падает на землю равным образом народ ел и мед и производимый пчелами то есть пророками но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением хотя евреи и думали что на они разумеют и постигают писание они имели писание как бы некоторые мед но не трудились над ним и не следовали их левитом 11 глав 20 по 25 стих все животные присмыкающие крылатые ходящие на четырех ногах оскверняющихся для скверны для нас из всех присмыкающихся крылатых ходящих на четырех ногах тех только ешьте у которых есть голени выше ног чтобы скакать ими по земле сих ешьте на них из них саранчужа с ее породу салам с ее породу харгол с ее породы и хагаб с ее породу всякое другое присмыкающие крылатая у которого четыре ноги скверно для вас от них вы будете нечисты всякий кто прикоснется к трупу их нечист будет до вечера и всякий кто возьмет труп их должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера ясно что трава не может скакать не по местным условиям не старобряться не их прощура никогда не ели саранчи какое же они могут дать толкование в любом своем самом диком заблуждение они стоят упертого и намертво ответ с их стороны один это проклято не коньяне сделали неправильный перевод исказили испортие блаженного феофилакта если покажем толкование юан златоуста на эти стихи ответ тоже самый окаяны не коньяне перепортили все свиней в сибири выгодно держать и о них испокон века держат и любят вкушать непостые дни начетчики дали умную трактовку оправдывающую едение запретно и как обычно они прибегают к мифотворчеству и бабьям басням бреднем пьяных старух златоуст они говорят что свинью ныне разрешено есть потому что ее едение осветил христос когда на кресте вкусил подданную римским воинам свиную желчь никаких доказательств подтверждающих этой версии они не имеют у старообрядцев не приемлется перевод библии на русский язык ибо никоньяне сделали его неправильным исказили свою пользу и сами за 350 лет не предприняли ни малейшие попытки выучить своей сестры грамотея перевести правильно священное писание псалом 32 16 не спасется царь множеством воинства исполина не защитит великая сила ненадежен конь для спасения не избавит великой силы свою в славянском переводе это место читается ложь конь во спасение и они уверены что в случае необходимости лагерь допустить лгать допустимо для спасения так что старообрядцы не пользуются ни ветки не новым заветом в отношении пищи василий великий разуждая на тему главенствующую роль отдает разуму говоря что хотя нам разрешено употреблять в пищу все растения но не белины же мы объели чтобы есть билину так и рассуждение о пище животное происхождение мясо некоторых животных ядовито как у стервятников поедающих патли деяние 11 глава 9 стих и отвечал мне голос вторично с неба что бог очистил того ты не почитай нечистым эти же хитрости старообрядцы применяют в отношении рыбы определяя их пригодность по якобы обнаруженной кости виде креста в голове главное для христианина китайцы японцы других чтобы это было безвредно и принимал с благодарениями молитвой старообрядцы ни под каким видом не соглашаться есть мясо голубей обосновывая это тем что дух святой сходил виде голубя но внуши но вкушают овец и гнят хотя христос называется агнцем и показан в таком виде ивана крестителя и увидев идущего иисуса сказал вот агнец божий деяние 832 а место из писания которое он читал было сие как овца введен мол на заклане и как агнец перед стригущему безгласен так он не отверзает у своих откровение 5 6 и я минул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный имеющий семь рогов и семь очей которые суть семь духов божих посланные во всю землю в житии о филаретам милостиво 1 декабря говорится что на брачном торжестве у него были поданы на стол голуби это исключительно нежное чистое диетическое мясо таким образом старообрядцы относятся к пище не по ветхому не по новому завету а по своим измышлениям только потому что не знает содержание библии